Убийство Павла Шеремета это также дела, которые были сделаны по задаче российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в Украине. На сегодня, после ряда террористических актов, часть из них раскрыта, по части из них ведется криминальное расследование. Мы четко понимаем, что за убийство Максима Шаповала или подполковника СБУ Александра Хараберюшева в Мариуполе стоят российские спецслужбы и агенты, которых они готовят на территории Крыма и Донбасса. Это необъявленная диверсионно-террористическая война, которая должна закончиться тем, что каждый такой случай должен быть расследован. Лица привлечены к уголовной ответственности и получают минимум пожизненное заключение за свои действия. А самое главное, чтобы наша разведка и контрразведка заранее определяла цели и чтобы практически во всех случаях мы могли эти теракты предотвратить. Хотя это очень непросто. Вы видите, что происходит сейчас в Европе. Террористические организации исламского толка чувствуют там себя как дома. Они убивают людей в Брюсселе, в Париже, в Лондоне, в Барселоне. И, к сожалению, терроризм международный – это очень страшная вещь, потому что не всегда можно заранее предусмотреть все действия террористов. Но нам надо укреплять наши спецслужбы. Надо брать, например, с Израиля, который живет в такой непростой обстановке и который действует очень эффективно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...